Девчонки, всем привет! Сегодня решила для вас снять 10 годенных фактов обо мне. И хочу сказать спасибо большое Оксане за такую замечательную идею и узнать больше друг о друге. Итак, начнем. Первый факт обо мне. Я очень люблю расшивать работу с большим количеством следов, когда получаются плавные переходы и картина получается очень реалистичной. Второй факт обо мне. Я еще ни разу не пришла на ней и на такая неравномерная перипетия. Но глядя на то, как вы это делаете, мне очень хочется попробовать. Я задалась этой целью, но в наших магазинах, к сожалению, такого не продают. Видимо, это очень дорого. Поэтому я сейчас подумываю о заказе в интернет-магазине. Очень хочется попробовать. Третий факт обо мне. Я всегда начинаю вышивать с правого нижнего угла и, соответственно, двигаюсь влево и наверх. Мои крестики смотрят в левую сторону. Я так вышиваю всегда, вот сколько себя помню. И даже размечая уже канвул, все равно мне удобнее начинать именно снизу. Не середины, не тем более сверху, а именно снизу. Четвертый факт обо мне. Все свои работы практически. Я оформляю в байетную мастерскую, за исключением каких-то небольших, мелких работ. Пятый факт обо мне. Я не люблю вышивать в тишине. Это может быть фильм. В последнее время это видео на ютубе. Это может быть музыка, как современная, так и классическая. Но только не тишина. Шестой факт обо мне. Если бы я не вышивала, хотя я себя уже не представляю без вышивки, но если бы я не вышивала, то я бы, скорее всего, вязала крючком, потому что это также мне очень нравится. Сейчас, конечно, реже я себе позволяю вязать, так как больше мне все-таки хочется вышивать. Седьмой факт обо мне. Вышивать несколько работ, например, это не мое. Как вы знаете, я пробовала, но мне не особо понравился сам процесс. Поэтому, если мне нужно вышить какую-то работу, скажем, на подарок, я просто откладываю основную работу и вышиваю в нее. Восьмой факт обо мне. Я верю в вышивальные приметы. У меня сбились несколько примет. Собственно, когда я вышивала парусник, я находилась в поиске работы. И я в скором времени ее нашла. И проработала около двух лет. И, собственно, когда я вышила в дом, в домик, еще, да, его и не оформила, мы уже переехали в свою квартиру с мужем, где, собственно, и появился наш ребенок. Поэтому девчонке приметь эту работу, главное, доверить и, безусловно, прилагать к этому усилиям. Девятый факт обо мне. В моей семье никто не вышивал и не вышивает до сих пор. Скажем так, первое проходится в этом. Ну, как-то так вышло. И десятый факт обо мне. Это даже некий совет. Да, как многие из вас знают, у меня есть ребенок. Ей еще нет, да, моей дочке нет еще и года. Но, тем не менее, я нахожу время на вышивку. Вот. То есть, собственно, и с маленьким ребенком можно на вышивать. Но, главное, распределить свое время, да, чтобы у вас и оставалось время на себя, на свое хоро. Пожалуй, это все. Десять фактов. Вроде ничего не упустила. И самое главное, самое важное, то, что хотела бы сказать, я сказала. Спасибо большое, что были со мной. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.